Дубль 1, сцена 1, Дарьяна Салмановна, Мактун, Саймс, не знаю кто, не знаю как, дает мне деньги просто так, новогодний стол, самый дорогой новогодний стол за 116 тысяч рублей, не знаю кто, не знаю как, дает мне деньги просто так, ах я так кушаю, не просто в новогоднюю ночь, а каждый день, такие изыскки, и что мы будем покупать, сейчас послушаем. Поэтому сегодня будет наша ежегодная рубрика, в которой мы готовим самый дорогой новогодний стол, ну что, поехали. Ну что, поехали. Отправляемся в самый дорогой супермаркет нашего города, берем коробочку самых дорогих помидоров в челе, очень много разной зелени. А, значит так, помидорки челе, очень много разнообразной зелени. Две упаковки самой дорогой картошки, берег с челе. Две упаковки самой дорогой картошки, берег с челе, не обязательно. Набираем 4 вида разных орехов. У нас тут и бразильский орех, кешки, макатами и пекан. Орешки я бы все взяла, мужчина. Не только 4, вот там такой выбор этих орешков. Татьяна Саламановна купила бы их, все эти орешки. То есть это будет дороже. Вы будете за 116 тысяч рублей, а это будет дороже. Берем сожженную клюкву, курагу, изюм и сожженную плотненькую. Свежие ягоды калины, апельсины. Мужчина, мужчина, свежие ягоды калины, вы потянулись, а там такой разнообразный был выбор этих фруктов. Затяна Саламановна берут их все. Сейчас мы вам перечислим. Немножко назад перемотаем пленочку. И пекан. Берем сожженную клюкву, курагу, изюм и сожженную плотненькую. Свежие ягоды калины, апельсины. Так, минуточку, минуточку, не так быстро. Спокойно, дальше. Свежие ягоды калины. О, свежие ягоды. И что предлагает этот невероятный супермаркет, мужчина. Такой вообще привлекательный мужчина. Я считаю, что этому видео, Затя Саламановна была таким блогер-блогер, эксклюзив-эксклюзив, вообще топ. Она же золотые из самолета. Я считаю, мужчина, ну, к золотому самолету, конечно, золотой самолет, это и есть золотой самолет. Вот. А то, что вот из ланжеры, вот это из этого ланжеры, из всего мной пересмотренных видео в шестнадцатом году, А Татьяна Саламановна, 15-16, такой блогер-блогер, понимает по 10 часов в день различные видео. Там, знаете, топ-топ и всякие золотые машины и так далее. Мужчина, вы просто переплюнули. Я не знаю, вы переплюнули эту золотую машину, которую мужчина захотел купить, откуда он там, из этих вот, из этих вот этих, из богатых. В общем, что, где этот супермаркет, наверное, в Москве, это Москва живет, понимаете, я же, он по-русски шпрехает. Парень шпрехает по-русски. Все остальные видео просто у него отдыхают какие-то фигурки, там, где-то. Но это видео, когда я вчера посмотрела, оно у меня открылось на моих каналам-канале Ютубе. Ну, я посмотрела там подборочку, так, вот, канал Ютуба, что предлагает. Он мне предложил это видео. Это что-то с чем-то. Значит, что, мужчина, вы какую-то калину взяли, а здесь свежая черника, свежая клубника, эти, как там, черешня. И вот эта выкладка. Сначала Салмана берет это все, сначала Салмана любит фрукты. Так что, вот. Мясо. Мясо нужно не брать. Мужчина, можете не заморачиваться с мясными блюдами, хотя Салмана на вот эти, вот эти штуки она не ест. Так что, вот. Ну, поехали дальше. Калины, апельсины, лимоны. Калина, герой, клементин. Это гидриднотарина, апельсина и великуда. Клементин. А ну, по-моему, 6-го года. 6-го года. А вокально можно побольше, хотя в этот магазин можно приехать и еще, да. Ну, где такие магазины? Этот магазин, наверное, переплел, даже американский магазин, органик шоп. Татьяна Салмановна отобавилась в органик шопе. Вообще, сколько там, понимаете, два, я считаю, что, наверное, все-таки это Америка, органик шоп. Это, наверное, считается топ-топ, вообще лучшее. Ну, вы, мужчина, просто вот это не то, что удивили. Я даже не знаю, как выразить вот это вот, где этот шоп, это Москва. Понимаете, как говорят. Вот это, хотя не знаю, те олигархи, наверное, знаете, самое, в общем, короче. Это, наверное, Москва, где такой шоп, название для этого шопа, надо его заинтернетить, в общем, на самом деле. Но для этого нужны деньги. Ну, Наталья Борисовна уже предложила, правда, на формулу. Не знаю кто, не знаю, как дает мне деньги, чтобы Татьяна Салмановна шопила, ни в чем тебе не отказывала. Короче, вот в этом магазине. Будь здоровой, счастливой, процветающей. И просто вообще шопиться в этом магазине с золотой карточкой. Ну что, поехали дальше. Болгарский перец, апельсиновые чипсы, шесть бутылок. А, болгарский перец, апельсиновые чипсы. Бутылок дорогого натурального гранатового сока. А, гранатовый сок, шесть бутылок гранатового сока. То есть, он ждет много гостей, да? Куда ему столько гранатового сока? Ну, гранатовый сок он полезен. Мужчина, берем весь отдел этих соков. Еще есть они натуральные, там это апельсиновые. Соки очень полезные. По одной штуке. Вот там такой выбор этих соков. Болгарский перец, айсминога, мустричный зовут сок. Асминога не надо, мужчина, асминога не надо. Вот это вот. Стоевый соус, априкосы в банке. Стоевый соус, априкосы в банке. Французская горчица. Да. И соляной картер, в которой выдерживается промокутная говядина, нам достали два лутора на кости. Ну, это не надо, не надо. Это не надо. Перекладываем в тенежку. Также набираем много разных прядностей. Таких как корица, кардамон, бакет и гвоздика. Ну, ему виднее, он все это готовил. А, ну, чтобы все это приготовили. Знаете, чтобы это все было еще в готовом виде. Даже зашопиться и вот это вот. Берем самых дорогих замороженных кальмаров. Кальмары там? Кальмары с грибешком. Так, так, так. Кальмары надо, грибешков не надо. Побольше креветок. Мужчина, прям вот с этим морозильной камерой, вот этих креветок, этих лобстеров, омаров, как-то мало омаров забыли. Игрувые креветки. Несколько бурат. Немножко бурат. Вкусок сыра пармезан. Сыра пармезан. Самый дорогой японский майонез. Минуточку. Самый дорогой японский майонез. Посмотрите, я просто любитель. Я, в принципе, знаете, так это, если вы видели, мой такой ресторан, в КПД бьюти, я, знаете, обязательно, знаете, обычно покупаемый майонез, ну, как бы наш советский, вот это вот слободали, какой папа джеток, вот это вот и в принципе в Америке. В Америке что-то я не заметила. Хотя в Америке, знаете, фигура-фигура, йога, вот это спирт-соу-йога и вообще фигура-фигура, надо, в общем быть, стройно-красиво и так далее. Там было не до майонеза, а такие специальные соусы. В общем, самые японские майонезы, ну, Америка, конечно, ну, что Америка будет покупать самые вот эти, ну, мужчина, наверное, знает толк в этих майонезах. Он сказал, что самый лучший, это японский майонез, уберет две штуки. Так что вот, я не пробовала, не знаю. Ну, сказать, что вы меня удивили, это вообще не сказать ничего. Потому что я всегда считала, что я шопилась, сколько там, три года, в самом, в одном из самых лучших магазинов, в двух органик-шопах Америки. Может быть, у нас Москва переплюнула Америку? Платок яиц. Дорогое сливочное масло. Жирные сливки. Коричневый. Ну, в общем, сливки, в общем, это коричневый сахар. Сахар. Самый дорогой белый трюфель. Самый дорогой белый трюфель. А там такая еще выкладка, там вообще вот это вот. Но это все нужно понимать. Там такие коробочки, коробочки. Если вы не следующие в этих штучках, вы подошли к этой коробочке, что это, вот это. Поэтому нужно, в общем, разбираться, быть специалистом. Ах, это искусство жизни, понимаете, да? Это немножко такое видео. Я даже не знаю, понимаете, я вот вчера посмотрела. И просто, понимаете, я просто высказываю свой восторг, свой восторг. Вот. Я уже подумала, что если ученики Натальи Борисовны Кравлиной, она посоветовала вот этот ритуальчик, не знаю кто, не знаю как, в общем, короче, дарить деньги просто так, ниоткуда. И многим это помогло. Они стали процветающими. Я подумала, ну так надо действовать, надо действовать, чтобы ниоткуда появились деньги. И шопиться в таких шикарных, и кушать так шикарно. Так что, вот. Ну что, поехали дальше. С любви чайпаты. Дорогой коньяк. И же, пусть. Кайф коньяк. А, все, ладно, коньячу возьмем. Коньяк надо взять кофе. Спасибо, что мама любит кофе. Вот. Немножко коньячка в кофе. В принципе, да. Пила красного вина. Угу. Куда вы столько бутылок, понимаете? Значит, кто-то он готовит на большую компанию, да? Сколько бутылок вина, бутылки вина. В общем, это. Кстати, он готовит, мое любимое, вообще, вот это вот, как там называется? Сан-Гривни. А, он готовит Гринфейн, да? Вот это вот, с ней пресилками. О, я это люблю, кстати. Он не в Москве. Я теперь вспомнила, Гринфин? Это, наверное, это Украина, что ли? Самое главное, что он сама не ошибится. Где этот мужчина находится Гривен? Он шопился в это видео. Это Гривны. Это значит, даже не Москва. Я подумала, что это в Москве такие шопы. А они все что-то говорят, что Украина воюет. Ну, не будем. Мы тебя надо помогать. Чем-чем-чем-чем-чем перепутаем. Короче, на Гривны он шопился где-то там. Это даже не Москва. А? Мы даже боимся представить, какая феерия вообще, насколько могут отмечать и насколько фееричны магазины в Москве, если это на гривне вот это вот. Эй, ну а если вы подумали, что это все продукты, которые вы купили, то вы очень сильно ошибаетесь. И еще в интернете мы заказали вот такую коробку, внутри которой находятся продукты на сумму 18 тысяч гривен. Итак, здесь у нас банка с крабовым мясом, также 100 грамм икры улитки. Так, улитки, икры улитки не надо, не надо, и сысков оставьте для вот этого вот, для гурманов, которые любят нигде, вот эти вот, короче, это не надо. А вот этих крабов, крабового мяса побольше, побольше, и в холодильнике, в морозильнике, и вот самое главное основное. О ее существовании только недавно узнал. А самое дорогое, это живой камчатский краб, весом почти 5 килограмм. Ну, в общем, короче, живой камчатский краб весом 5 килограмм. Ну, он, конечно, вот это повар-повар, если я себе вот это вот заказала и купила живого камчатского краба, и мне бы доставили в этой коробке, а вы знаете, ему доставили в этой коробке, знаете, что в таких коробках водят? Даже не знала, сказать им или нет. В Сан-Францис госпитале я видела коробки, такие, знаете, как пластмасса, значит, такая, знаете, как пластмасса, некоторые медикаменты козят. У них большой такой привод медикаментов, коробки, потом они в коробке, я не знаю, что они будут в этих коробках. Это секрет, я вам потом скажу, это в Америке было. Короче, вот так вот закажешь, привезут вот этого 5 килограмм живого, вот этого, честно говоря, я люблю его уже в готовом виде. Хочется, чтобы он был, конечно, и свежий, и вообще их побольше, вот это, я люблю вот это, что, крах, вот это, 5 килограмм, это вообще просто вот это вот. Это как в фильме, Ира Степановна купила рыбу, а потом она вот это вот положила, а это рыба ожила, они вообще не знают, что с этой рыбой делать. Так что вот, честно говоря, если бы мне доставили вот этого живого краба, его надо было, краб, да, этот, приготовить, это было вообще просто, просто, как вам это сказать? Проблема. Это был бы big problem. Big problem. Ну да, это, мужчина, нормально, понимаете, что он как бы вот это свежий, но знаете, надо как-то вот это вот. Сразу, наверное, в каком-то таком замороженном виде его. Ну, а это у нас захотел, чтобы это как-то свежее вот это вот было. Очень короче, с этим это искать, что это краб, это великолепно, но уже в том виде, когда он приготовлен. Только я не поняла, вот он эти щупальца вот это ел, а вот это вот основное тоже езят. В общем, сейчас, Салман, давай тебе чеку с бергамотом. Чайку с бергамотом. Это как-то уже нужно в готовом виде заказывать, чтобы это было приготовлено. Или полуфабрикат, или в мороженом виде. Потому что в живом виде, там, как в этом фильме. Они выпустили какую-нибудь ванну, и на нее долго смотрели, потому что, в общем, вот это... Вы понимаете, да, мы, наверное, смотрели, там, где он загружал. Итого, в сумме накупили продуктов на 43 тысячи гривен, или 116 кораблей. Это самая дорогая закупка, которую мы делали для одного ролика. Поэтому только за это стоит вкусницей, поставим свой лайк. Чтобы зарядиться новогодним настроением, самое время наряжать елку, есть модеринки, играть в игры с новогодними обновлениями. Так, по поводу вот этого. Вот он рекламирует какие-то обновления, какие-то танки рекламирует. Это, короче, на это мы не обращаем внимания. Потому что я вообще против. Что-то там, типа, вот эти танки, куда-то вот это, какие-то игры он рекламирует. Кстати, покушала, играет. Есть любители играть. Я, короче, как там, ну, в общем, я это загрузила. Ты-то можешь сказать, что это какие-то игры рекламируют с кем-то танками, с взялкой. Нет, нет, нет. Нет, это, короче, как там, аут, аут, вот это вот. А может, так присоединишься к каким-то стримам и хочу присоединиться. Понимаете? Все мне говорят, присоединись к стримам, открой кошелек, и тебе там люди вообще просто не из ниоткуда посыпятся деньги, и будешь вообще богат. Мне уже, Дима, Дима, вы что-то говорите, что вот это, мне нужно в прямом эфире, вот эти стримы, а там любят вот эти, наверное, мужчины играть. Так что, вот, может, с ними поиграешь в танки, они деньги перечислить, я не знаю, что это, понимаете, с чем-то там. Я вообще не играю в игры, вот. Он рекламирует игры, я, я это, я считаю, что это потеря, потеря времени, в общем, лучше, понимаете, с такой феерик. Он сходил все это, приготовил, потом посходил, насладился этими елками, я не знаю, новогодней погодой, фигурным, фигурным, вот этим катком каким-нибудь красивым. В общем, вы поняли, да, они вот это вот, наушников, вот эти генетантанки. Пришла пора на выходе наступления World of Tanks. Твои подарки уже в авангаре, в частении танкиристи, который готов и ждет тебя. У тебя есть время до 9 января, чтобы все забрать. Хорошо, а может быть он и есть, может быть он в этих стримах играет, зарабатывает вот эти деньги большие, и шопится на такие деньги, я ж не знаю. Он с кем-нибудь там так поиграл, такой симпатичный, ему, наверное, вот этот кошелек, хотя я не знаю, я такие какие-то, я не знаю, он рекламирует эти игры какие-то такие, непонятные для меня совершенно. Если бы он рекламировал в другой стране, если бы он рекламировал там принцессы, одевать принцесски в сказочные вот эти феерии, это было бы тоже странно, парень. Ну, в общем, ладно, короче, дальше, что там надо? В этом году World of Tanks с новогодним наступлением командует Аблодшвордснайкер. Он может стать командиром твоего танка, если выполнить специальные боевые задачи. И не забудет красить шикарную новогоднюю елку. Украшай сказочный город вокруг. Все это повысит уровень атмосферы праздник. Короче, вот это, украшай новогоднюю елку вокруг, в компьютере, ну, вот это, я считаю, что ему надо было как раз вот пойти, и еще раз у него деньги есть, прикупить себе шикарную елку и нарядить на этой кухне шикарную елку, а никак не морочиться, не заморачиваться, наряжать ее там, типа Арлодшвордснайкер будет командовать его танком. А он не подумал, так, у него внешность какая. Голливудская звезда, он сам, или, кстати, Арлодшвордснайкер, молодой парень. Отдратить время на какие-то вот эти танки, типа Арлодшвордснайкер, чтобы командовал его танком. Я, может быть, умею не зарабатывать на этом. Может быть, это знаете-ка, там, предваритель игры? Ёлку, как там, купил ёлку, поставил там же на кухню, к этому шикарному столу, нарядил вот эту ёлку в реалити, а не там, в этом танком будет его командовать Арлодшвордснайкером. А он не подумал, что пойти вот этим немножко боди, вот это вот, он такой вообще любит поесть, мужчина. Так что, вот, и так у него шикарная вообще внешность. Он может сам быть Арлодшвордснайкером при такой внешности. Поставить себе цель и быть голливудской звездой. Хотя не все хотят быть какими-то голливудскими звездами, понимаете? Ну, вы бы поняли, да? Тем более, если ему деньги есть, он в танки играет. Как говорит, как вот это, как в уникдоте? Вы знаете, вот этот, приехал американец в Африку, в общем, предложил там местному торговать бананами и так далее. Тут сказал, что, а что, в общем, от этого он выигрывает и так далее. Он говорит, а ты работаешь деньги, вот будешь лежать под пальмой, есть бананы, ничего не делать. А тут сказала, зачем я буду вообще что-то делать, когда я ей так. Погода шикарная, я лежу и так под пальмой и ничего не делаю. И, судя по всему, под пальмой лежит, там бананы сами вот это падают, и кокосы, он их ест, и ничего не делает. Здесь океан, шикарная погода, ему делать ничего не надо. А чтобы быть голливудской звездой и быть бодибилдером, и, в общем, работать над собой, это надо предлагать огромные усилия. Так что вот, и надеюсь, что мужчина не обидится, что он как-то вот так вот. Мужчина, я вам соглашу комплименты, чтобы вы не обидитесь, что вы сняли такое шикарное видео. Хотя, знаете, я вам хочу сказать, в конце, когда вы это все приготовили, я вообще таких мужчин не знаю, чтобы он все приготовил, вот это вот. Ну, конечно, это может быть, конечно, он как-то скомплектованно, может, он не стал готовым, я не знаю. Но, вы обратите внимание, как он это пробовал. Ему надо было это все приготовить, это же такие шикарнейшие блюда. Сделать такой дизайн на кухне, елку поставить, такой стол накрыть, все это красиво разложить, вот это вот. Там дизайну не хватает. Сидеть в эти тарелочки положить и, понимаете, попробовать. Он попробовал по-простому эти эксклюзивные блюда. Я вот обратила внимание, он как-то их так пробует, как будто бы он просто ест, как он на другом видео показывает, он готовит макароны с сыром из какого-то фильма. Понимаете, он ест эти блюда, как макароны с сыром. Вы обратите внимание. А я такие изысканные блюда, понимаете, стол прикупил, елочку нарядил. Вот это вот все это, вот это вот сел. И вообще на самом деле, вот это вот насладиться елкой, этими шикарными блюдами, а не так как-то все это. Ну, мы будем для съемки, хотя, вы поняли, да? Это искусство, понимаете? Это кто владеет вообще, как там, вот это искусство жизни. И вообще вот это вот, наслаждаться, понимаете, вот это вот едой. Просто обрати внимание, там другие люди, какие-то печеньки из фильма готовят, все какая-то, какие-то гамбургеры, еще что-то. В общем, он ест эту эксклюзивную еду, как он ел бы вот эти гамбургеры. Играть в танки, по-типу там, пройти какой-то уровень, чтобы его танком командовал Шварценеггер, нарядить елку в интернете, в этих играх. Углубиться, понимаете, в этих наушниках, в этот интернет. Вместо того, чтобы в реальности поставить эту шикарную елку, купить новогодние игрушки. Ну, это, конечно, это, конечно, женский подход. Это, вы понимаете, это мужчина, парень, это молодой парень. Если он там, например, может быть, он, понимаете, есть люди как, зарабатывают хорошо, могут компьютерные, компьютерные игры придумывать. Если люди шикарные квартиры купили, понимаете, у них, а не этим, игры, а у них это, ну, как там, увлечение такое, хобби, увлечение, понимаете. Они на этом, может быть, деньги или совсем-то в таком зарабатывали, вот у них квартиры, шикарную еду покупают. Вот, это их увлечение. Они, что им елку ставят? Может быть, он там, знаете, как там, для его тусовки елка не нужна, ему одному тоже елка не нужна. А в этих играх он, конечно, там, елку там нарядит и будет. Или он так это просто рекламирует. Понимаете, такой немножко, конечно, такой, ну, это мой такой взгляд, понимаете. Такой вот этот шикарный просто к этой еде. Я бы что удивилась, если бы он просто там, ну, на других видео, там, гамбургеры готовить, даже смотреть настало. Я думаю, сейчас я буду смотреть, как он там, это, какие-то, какие-то гамбургеры готовит, и нафига это надо. Ну, в общем, короче, дальше смотрим. Пока. И даст приятные кустеры для быстрой прокачки. А еще ты сможешь стать участником розыгрыша трех мощных толкуков. С 30-80 на торту и в 10-ти контактногор-пигровых. Судя по всему, или он производитель этой игры, или ему, знаете, наверное, спонсировали, наверное, реклама его спонсировала, чтобы он это приготовил и дал рекламу, понимаете, с этим играм, чтобы люди играли, судя по всему, это такой рекламный какой-то вот этот вот ход, ролик и так далее. Девайсов. Для этого создай новый аккаунт на ссылке в описании и выполни две простые боевые задачи до 10-го и 2-я. В этом тебе еще помогут три танка, 400 тысяч кредитов и 7 дней према, которые ты тут... Так, смотрите, там еще какие-то кредиты есть, понимаете, а еще подсаживали, знаете, я вообще против вот этих вот, то, что он рекламирует, я, как говорится, ну, как бы быть против, я сама. Нужно быть не против, надо быть за, надо быть за, в общем, ну, сказать так, ну, сидят в этих наушниках, играются в эти компьютеры дома, а так бы, может быть, кто-то хулиганил бы на улице, пусть, может быть, они лучше дома играются в эти танки, я не знаю ответа. Самое главное, что если у него есть машина, чтобы он не перепутал потом, когда в эти танки наиграется, понимаете, чтобы он самое главное не перепутал, а может быть, знаете, у богатых людей есть и хаммер, самое главное, чтобы он потом не перепутал, знаете, вот это вот, что его машина это не танк, а в реальной жизни. Хотя здесь нельзя так однозначно сказать, вы поняли, да? Может, когда, ну, в общем, в общем, вот так. А потом еще неизвестно, понимаете, знаете, кто в этих стримах зарабатывает деньги, кто в этих компьютерные игры играет, может, с кем-то у них есть деньги, они там счета оплачивают, у них нет там тысячи рублей, вот, по кредитной карте, у них там, где-то тусуются, в этом интернете, у них есть деньги, у них счета оплачивают, они спокойно сидят, и там эти танки поиграли, потом еще во что-то поиграли. Здесь должен быть такой, какой-то такой подход там. Так, это не надо, это не надо, это я не ем. Как только они хорошо разгорились, пересыпаем кремик. Мыстим, хватит большое копчение. Кремик. Просто прицуем мясо. Таки. Когда я перелистываю. Проверяем мясо в духовке. А. И разделяем половинки. Убираем косточку, а мякой достаем столовой ложкой. Дальше, нарезаем наш спелый авокадо для кубики. Ну, авокадо, вот это да. Ну что, авокадо, черт из авокадо. И тоже отправляем в миску. Так. Сверху выдавливаем супердорогой японский майонез. И все это замешиваем. Салатик. В общем, я бы салатик попушила. Прочинка готова. Теперь берем чайбаты. Чайбаты. Разрезаем их напополам. А, хотя он бутерброды сделает. А, хочу эти бутерброды уже. Привет, мужчина. Ставим ковородку на плиту и сбрызгиваем маслом. Сбрызгиваем маслом. Пройдем половинки чайбаты. Пройдем, пока они не позолотятся, и выкладываем на тарелку. Ой, смотрите как. Даже есть такое масло. Сбрызгиваем вообще такой просто, знаете, вот такой распрыскиватель. Вообще технологии вот эти тут вообще. Вообще это вот это вот такая-то штучка. Сейчас он готовит эти чайбаты, эти крабовые. О, как хочется. Мужчина, где вы ходите с этими вообще блюдами? Сверху идет крабовая дочинка. Распределяем ее. Ой, кстати, я вчера не стала готовить чай. В общем, я кушала, знаете, эти клетки, искусственно это имитированный красной икрой. Вот, вот такие вот дела. Потом супчик, я решила просто супчик покушать. Из красной фасоль, я варила красную фасоль. В общем, на самом деле, думала, знаете, вот это вот, просто бульончик, красная фасоль. В общем, супчик такой, вообще не стала варить. Вот, вот такие вот дела. А уже потом варила, что я варила, лист. У меня такой лист для каши. В общем, лист. Рис кушала с этими, с красной фасолью. Вот такие вот дела. Кстати, на поздний завтрак, как в Парижах, у меня тоже остался лист. У меня в холодильнике, думаю, в холодильнике стоит. Ну вот. Рисса, немножко посолила его. В общем, вареный рис буду кушать с подливкой и с красной фасолью. Красная фасоль, подсолнечное масло. Хотя я в вот эти бутерброды был вот этот. Вот сейчас он будет самостоятельно готовить. Ой, я бы с тобой не скушала. Берем красные помидорки черри и отрезаем на 4 части. Тоже красиво выкладываем. Пришло время и к вытке. Интересно узнать, какая она будет на вкус. Так вот это не надо, не надо. Вот это мы не будем экспериментировать. Вот это вот фигня, а знаете, что любит в Парижах, в Парижах. Вот это как утрец, это утрец, это утрец. Короче. Знаете, вот это, приехал в Париж, пошел в самый дорогой ресторан и говорить, знаете, подумал, что шанс Резе, дорогой ресторан и говоришь. Ну, это примерно так говорит. Сидишь и говоришь. Ох, месье. Тем более, их там еще меню бывает только на французском языке. Они вообще еще такие, вот так. Меню французского вообще такая, откроешься, не на английском, не только на французском языке. Так, кстати, было в Париже, я была в Париже 5-2. На самом деле, открываешь меню, меню только на французском, и ты при деньгах говоришь, месье, принесите мне самое дорогое блюдо, которое у вас есть. И они могут вам принести вот эти, как это называется, улитки, да не улитки, а вот это, фигня там, на этих. Я уже забыл вам, это самое такое. Оно у них дорогое и совершенно гадость, совершеннейшая гадость, которые есть вообще невозможное. Это стоит, дорого они вам принесут. Вы как заглотнете эту штуку, как вы клините. И, в общем, будете просто... Нет, ну есть любители, конечно, любители. Как это фигня называется? Я даже уже и забыл. Так что не надо, эту улитку в эти бутерброды класть не надо, а вается краммовое мясо. Давайте побольше краммового мяса положим, не будем. Давайте омары, краммовое мясо, креветочки. Вот так что вот. Выкладываем краммовый авокадо. Сверху украшаем микрозеленью, и брускеты с крабом готовы. Переходим к гарниру. Заворачиваем каждую картошку в пыльку. И выкладываем на противень. Мы заполнили весь противень картошкой. Отправляем ее к утопу на пару часов при 180 градусах. А пока берем лук. Чистим его. Делаем луковицы надрезы. И грушим грибку. Ну, вы знаете, сколько картошки, конечно, кто-то хочет и гарниру, но там столько всего такая феерия. Ну, запеченая картошка, даже не знаю, знаете, вот это там. Там, ну, вот эти вот. Ну, она может быть даже картошка вообще ни к чему. Ну, хотя, знаете, пусть будет. Короче. А какая картошка-то, ну, огромная. Такие прям эти штуки огромная картошка какая. Ну, что, на тех, команды, давай. Ну, как-то привезли на соворотку. Ближе. Ближе к этому. Ближе к этому. Ближе к этому. Не теряйте все, помни за. Распечатываем самый дорогой белый трюфель. На вид он очень странный. Натеряем тоже на белкой терке. Ну, что, белый трюфель? Когда картошка запекла, все остыло, распечатываем ее. И снимаем кожуру. Чистую картошку отправляем в миску. И так чистим, пока она не закончится. Картофель нужно пить пюре. Благодаря тому, что он запеченный, а не варенный. Кракморный ушел голубого остался в самой картошке. Поэтому консистенция пюре будет более плотной. Сыпаем на терке парнизан и тюрьки. Также перец. И солим. Хорошенько все это перемешиваем. Берем в тюрьмень. Первую наполняем лукой. Во вторую разбиваем 4 яйца. И перемешиваем. На тренинг полировочный сухарик. Берем лукой этой пюрешки и лукой формируем на тюрьмоченом. Обваливаем его в муке. Затем обваливаем пейсо. И полируем сухарями. Ну что ж, а чайничек подогреется. Парнируем и панируем бочетки, пока не закончится все пюре. Получился полный кротик. Костюм я на плиту и выливаем в нее пару бутылок масла. Ах, пару бутылок мамы там выливали. И еще добавим наши картофельные кроты. Картофельные кроты-то? Через пару минут достанем. И выкладываем на бумажные полотенца. Повторяем с оставшимися кротинами все то же самое. Подаем на деревянную плюни в виде башни. Получилось красиво. Но знаете, что только сейчас я заметил, что забыл добавить наши картофельные жареные луки. В общем, будьте внимательны, и ваши картофельные будут еще вкуснее. Так, забыл. Самое главное, жареный лук забыл добавить. Все они просто в этом. Ну, Калатка, я уже интересно так показал. Ох, да. Ну что, сейчас чайничек подогревается. Знаете, вообще, на самом деле, новое поколение, новое поколение, которое уже, знаете, конечно, это не советские времена, это не СССР, понимаете, жизнь, жизнь. Конечно, сейчас немножко кто-то сталкивается, знаете, молодежь какая-то, хотя, знаете, немножко так это, как говорится, фантазирую на эту тему. Ну, скажу мое ощущение сейчас, заварю чайок. Новое поколение, новое поколение, молодое, которое выбирается в Пепси, понимаете, ну, я не знаю, они зарабатывают, кто из них зарабатывает, кто-то просто зарабатывает, и в эти квартиры в кредиты покупает машины, понимаете, буду странно. Они зарабатываются, и у них уже и машины, и квартира в кредитах, они работают, живут, в принципе, так это легко, в том смысле, вот эта работа, ну, немножко такой американский, понимаете, такой американский стиль жизни, в общем, там, съездили в супермаркет, купили, может быть, там пасту, или что-то там такое. В общем, это не советские времена, понимаете, тот, кто из этих советских времен, в СССР жизнь была другой. Так что, вот, я бы хотела сказать так. Конечно, это хорошо, понимаете, когда есть здоровье, в общем, и в общем, на самом деле, ну, я не люблю здоровье, достаточно много работать, чтобы много зарабатывать, и чтобы вообще покупать шикарное жилье, и вообще, чтобы вот там вот просто заработать, понимаете, купите жилье и машину, и, в общем, на путешествия тратить. Ну, не знаю, путешествия, что там, у кого какие интересы и так далее, вот, такая немножко, и они, конечно, вот в интернетах, в интернетах, там интернет-игры, в общем, как-то вот это, как говорят американец, американская жизнь, американец живет там, где у него работа, он лёгкий, лёгкий на подъём. Там, как говорят, он снимает дом, он может снять дом или квартиру в другом штате, приехать в другой штат и там работать. В принципе, ну, в общем, как-то они легкие, легкие на подъём, там, где работа, там, в принципе, они, ну, в общем, как-то вот так вот. Я так понимаю, американская жизнь такая, там, вырос ребенок, подросток, знаете, там, 16 лет, или там, как бы там, куда-то, уже 17, ну, там, всё, короче, там, работай, иди работай, Макдональдс, Макдональдс, ещё там, что-то, то есть самостоятельную жизнь, понимаете, самостоятельную жизнь и на кредиты, на кредиты, пожалуйста, там, учись в колледже, институт, тебе кредиты, чтобы учись, получай хорошее образование, вот, да, потом работай и выплачивать кредиты, то есть, знаете, такая американская, американская жизнь, вот. Я бы сказала, она какая-то, знаете, какая-то другая, американская жизнь, она немножко, знаете, когда они спрашивают халаю, вот, они не предполагают, что вы нагрузите проблемами, что они будут работать у вас психотерапевтами, или выслушивать ваши жалобы и так далее, предполагается, что вы скажете, на всё окей, понимаете, вот это, это просто такая вежливая, вежливое обращение. Так что, вот, и, в принципе, конечно, это не, как бы, знаете, всё-таки СССР, в общем, как-то позвонить, как-то поговорить долго по телефону, в общем, как-то, знаете, обменяться чем-то таким, то есть, знаете, как-то вот там, там немножко другая, я ни разу не слышала, что там кто-то долго разговаривал по телефону, только по делу. А так, чтобы позвонить и как-то вот, какие-то вопросы, в общем, там, рассказать, вообще поговорить долго по телефону, то есть, вы понимаете, это другое, как бы, не знаю, там, в общем, жизнь другая, менталитет другой, что-то другое. Ну, посмотрите американские фильмы. Ну, что, ладно, вытащим эти штуки, давайте мы послушаем. Следующий на очереди салат. Нам нужны абрикосы в банке и тяжелые спивки. Сначала выливаем спивки в тару и просто взбиваем их в миксерах. Готово. Открываем абрикосы и сливаем внутреннюю жидкость. Перекладываем медный стакан. Мы уже погружены, будем размягчать абрикосы до состояния пюре. Понемногу добавляем взбитые сливки и перемешиваем. Еще немного сливок. И получается такой абрикосовый груз. Но сейчас это довольно сладкая штука, поэтому выдавливаем американскую копчинцу. И тоже перемешиваем. По вкусу это офигенная заправка для салата. А чтобы было понятно, что соус абрикосовый добавим еще и оранжевый краситель. Готово. Выливаем соус на дно салатницы. Распределяем его локтей. Достаем абрикосы и выкладываем сверху. Сбоку добавляем много руколы. Дальше уберем сладкие помидорки и черри и нарезаем. Что такое абрикосы? Я официально пульс за интернет, что такое абрикосы. Остается выложить сверху на руколу. И поливаем бальзамиком. В общем, короче, без этого салата мы обойдемся. Потому что вот этот вот соус какой-то там, в эти абрикосы он добавил, вот этот. Без этого салата обойдемся. Продукты остались, поэтому сделаем еще один такой же салат. Салаты с абрикосовым муссом готовы. Переходим к чужину нашего дорогого новогоднего стола. Комчатский краб. Он самый дорогой из всех продуктов, которые мы купили. Наша подача просто максимально вкусно его сварить, чтобы почувствовать чистый вкус королевского краба. Поэтому берем нашу казан. Наполняем его соленой водой. И ставим нагреваться. Как только вода закипела, компактно собираем краба и отпускаем кипяток головой вниз, чтобы он не мучился. Накрываем крышкой и засекаем ровно 20 минут. По истечению этого времени краб готов. Ждем, пока он остынет прямо в этой соленой воде. И выкладываем на большой поднос. Крабчатский краб готов. Готово. Салат и берем газовую горелку. Посмотрите, как легко. 20 минут и краб готов. Смотрите, какое блюдо. Сварил 20 минут. А, так что будет. Еще газовая горелка у него есть. И поджигаем ее. На ее пламени хорошенько прямогугливаем болгарский перец. Сгоревшую шкурку или кости еще и ножом. Благодаря горелке теперь мы какими-то роман дырка. Срезаем ее. И нарезаем случайно на полоски, а затем кубиком. Так, в общем, с горелкой не надо. Потому что какая-то горелка, там еще что-то, припуск дынька. В общем, на самом деле, это значит такие изыскки. Понимаете, он делает такие изыскки. Вот эта вот, вот эта горелка, вот этот вот перец, обратите внимание, для того, чтобы... Вот номер 2, нет. 7, 931, 227, 62. 62, да? 27, 62. Так что вот, Эль Салманна к незнакомым номерам не подходит. Как правильно. Так что вот, я, конечно, могу сказать, а творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли, Эль Салманна Максим Сайн, судья. Так что вот. Так что вот. В общем, я к такому номерам, в общем, давайте я для него отключу. Давайте дальше, к стола. Берем помайло и срываем с него всю корзавую. Помайло. Дальше разрываем это в полон. И достаем чистую мякоть. Разбанкуем ее на кусочки. И тоже в миску. Вот кстати. Так же, кобико нарезаем корни на корзавую. Еще мне пришла СМС. Сладкая, но в то же время довольно плотная. В миску добавляем оставшиеся мясо-крапа. Из зелени врезаем салат рамы. Какой салат? А так же добавляем спинат. Для заправки катаем апельсин, чтобы разрушить его структуру внутри. Радрезаем. И теперь легко из него выдавливаем сок. Какой салат? Добавляем в миску. Новомодные, новомодные такие салаты. Хурми. И тоже в миску. Дальше кобико нарезаем хурму. Главное, чтобы она была спелая и сладкая, но в то же время довольно плотная. В миску добавляем оставшиеся мясо-крапа. Из зелени врезаем салат рамы. Салат рамы. А так же добавляем спинат. Для заправки катаем апельсин, чтобы разрушить его структуру внутри. Радрезаем. И теперь легко из него выдавливаем сок. Добавляем. Наверное, кто не смотрел этот видеоролик, хотя кто интересуется, наверное, уже давно посмотрел на моей странице ВКонтакте, хотя там салмана через дефицит, но кто-то сайт один через дефицит, я подумала, наверное, нужно показать. Хорошо, как бы я вот сейчас пересматриваю это видео, нужно показать вам, что я это смотрю. Для этого мне нужно переставить мой это видео. Вы поняли, да? Переставить видео. Компьютер, мой ноутбук переставить. Хорошо, сейчас я перестану здесь. Компьютер, мой ноутбук переставить. Ну что, дорогие друзья, себя крупным планом показать. Там, конечно, видеосъемочка какая, но видеосъемку я там приготовила для того, чтобы читать книгу. Читать книгу. Сейчас я вам покажу. Из интернета «Путь к уверенной жизни» Норманта Винсента пела. Так что вот, я специально выставила, поставила видеокамеру, съемочку, свет приготовила, потому что, ну, в общем, как-то вот. Ну, решила, ну, решила, думаю, ну, все-таки, понимаете, это феерическое, как уже сказала, это феерическое видео. Ну, все, эти продукты, этот магазин, это, в общем, ну, вы понимаете, да? Ну, смотрим, смотрим дальше, да? Ну, а теперь вы тоже можете насладиться. Немного блюда. Пару ложек горчицы в зернах. Солим и перемешиваем. Поливаем салат заправкой. И перемешиваем в последний раз. Сервируем красивую салатницу. Следующее, что приготовим, так это морепродукты. Открываем вареного осьминога. И нарезаем его на удобные для поедания куски. Ой, осьминога не надо. Не надо осьминога. Осьминога я не ела. В миску. Сюда же морские ремешки, маленькие кальмары и тигровые креветки. Сверху заливаем их кустричным соусом. Вместо соли соевый соус. Нарезаем один перец чили. Отправляем в миску и замешиваем все руками. Даем замариноваться минут 40. А пока сделаем соус. Во-первых, мелкокрошим петрушку. Сушеный базилик. Сухой чеснок. Катаем линон. Разрезаем и сквозь руку выдавливаем сок. Остается добавить оливковое масло. Посолить и перемешать. Ставим соус посреди большого железного блюда. Взбрызгиваем электрогриль маслом. Выкладываем на него маринованные морепродукты. И закрываем. Полторы минуты и они готовы. Выкладываем на блюдо. Вот смотрите, как быстро. Полторы минуты. Смотрите, полторы минуты и морепродукты готовы. Вообще, на самом деле, ну, все это великолепно. Но есть только креветочки, знаете, вот эти креветочки. Так что вот. Ну, хотя, знаете, если приглашать гостей, другие любители других морепродуктов, я просто свой взгляд высказываю. То есть, ну, мясо я не ем. И то, что я не ем, я тоже как-то высказала. Так что вот. С вами я. Специалист в области позитивной психологии. Татьяна Салмановна Мактум. Сарасы. И мой ресторан Лакафеде Бьюти. Так что вот. Вы понимаете, да? У меня такой ресторан Лакафеде Бьюти. Я про это видео уже сказала, когда я его посмотрела. как блогер-блогер. Вообще, это лангжери. Вообще, такой супер-лангжери-блогер. Но это видео. Это закупочка этих продуктов. И вообще, то есть, вы понимаете, да? Новогодний стол. Такой шикарный. Хотя, как-то с тортом, знаете, какой-то кекс сделал. Конечно, нужно торты-торты. Хотя, когда это все уже поешь-поешь, какой там десерт. Ну вот. И обжариваем так партия за партией. Во время готовки скапливается сок, в котором половина вкуса всех этих деликатесов. Поэтому выливаем его в сотейник. Уквариваем, чтобы вкус стал еще насыщеннее. И поливаем сверху наших морских гадов. Украшаем все это лимоном и розмарином. Все, плата с морепродуктами готова. Переходим к новогоднему напитку. Достырю 6 бутылок вина. Открываем их. Еще нужна большая кастрюля, в которую мы переливаем все это вино. Дальше 6 бутылок гранатового сока. Открываем и выливаем. Ну вот интересно. Первый раз, смотрите. Смотрите, как он готовит. В вино он выливает гранатовый сок. 6 бутылок вина, 6 бутылок гранатового сока. Хотя взял бы 7. 7 или 5, хорошее число. В этом напитке без специй не обойтись. Отправляем в кастрюлю много корицы, 4 звездочки бадьяна, горсть кардамона. Затем берем крементин и вставляем в него гвоздику. Получается такой ежик. Тоже бросаем его в кастрюлю. Обязательно добавляем сахар и берем самые новогодние цитрусовые. У апельсинов и крементин снимаем цедру с помощью овощечистки. Из башни фруктов получилось вот столько цедры. Отправляем ее в кастрюлю. Так апельсины там полезно? Дальше катаем апельсины, разрезаем их и выдавливаем сок. Все, отправляем в кастрюлю на плиту. Накрываем крышкой и забрасываем термометр. Как только температура достигла 70 градусов, блендрин готов. Даем ему настояться. А подавать будем в вот таком огромном бокале. Ставим все это и выливаем сходниво 12 литров блендринна. Для украшения нарезаем еще апельсины и мандарины. Отправляем в бокал. Сюда же половник и теперь точно готово. Осталось приготовить только десерт. Итак, распечатываем сушеную клубнику. И ножом нарезаем ее на более мелкие кусочки. В миску. Также курагат тоже нарезаем. И перекладываем в миску. А изюм и плюкву просто высыпаем. Сверху заливаем сухопрукты дорогим коньяком. Они постепенно впитают его в себя. А пока высыпаем на доску орешки кешью, пекан, вразильский орех и макадамии. А, когда орешки вкусные. Все кешью нужно подробить. Ах, как Татьяна Салмана любит орешки. Ах, все, знаете, там будут эти фрукты, орешки. В общем, да, такой кекс-кекс получился у него, конечно. Теперь испечатываем масло. И отправляем в комбайн 350 грамм. Взбиваем его. Добавляем 350 грамм коричневого сахара. И еще раз перемешиваем. Развлеклитель. Ванилин. И всыпать 350 грамм муки. Перемешиваем. И пока оно замешивается, постепенно разбиваем 5 яиц. Все, тесто готово. Пересыпаем в него все наши орехи. Сухопрукты подсыпаем трахмал. И перемешиваем. Это нужно для того, чтобы лако тканейка не размочило наш текст. Вот теперь можно пересыпать их в тесто. И финальное замешивание лопаткой. Перекладываем в тесто вот такую круглую форму, у которой по центру есть отверстие. В другой форме такой кекс не пропечется. Разравниваем. И в духовку на 2 часа 360 градусов. Он готов. Срезаем сверху выпуклую часть. Прикладываем в тарелку и переворачиваем. Для глазури в тарелку высыпаем сахарную пудру. Выдавливаем лимонный сок. И перемешиваем. Получившейся глазурью сверху аккуратно поливаем кекс. Получается очень красиво. Но для украшения мы еще добавляем веточки розмарина. Выкладываем аппетитовые чипсы и свежие ягоды. Вообще, на самом деле, если не смотреть, как он наделал этот кекс, знаете, как-то новогодний кекс, вообще, ну что такое-то. В общем, можно сказать, что кекс, что это такое. Вы посмотрите, сколько там орешков, сколько всего. И орешки, и коньяк, и супер масло, и супер яйца. Вы поняли, да? Это всего лишь кекс. Если посмотреть, как вообще, из чего это сделано, хочется это покушать, и в общем, понятно. А так можно подумать, ну да, хотя бы торт, в общем, как-то пирожные какие-то, тут кекс. То еще выпекать его, сколько делать, еще выпекать больше двух часов. Ягоды Калины. Получается просто красивенный кекс. Ну что, давайте накрывать на стол. Все, мы наконец-то приготовили самый дорогой новогодний стол за 160 тысяч рублей. По-моему, получилось круто. Давайте попробуем морепродукты. Очень вкусно чувствуются вкусы самого морепродукта, а также офигенного маринада. Крабовый салат с холмой помело. Он очень вкусный, такой сладковатой апельсиновой заправкой. Салат с абрикосовым мусом. Пожалуй, самый необычный соус в салате. И на послевкусии чувствуется чуть-чуть абрикоса. В русске это с крабом. По-моему, это одна из самых лучших закусок, которую только можно придумать. Айкара у литки соленее, чем красная. И с более плотной оболочкой. Картофельные крокеты. Офигенная штука. Вы едете такую пюрешку, а потом появляется пивку трюфеля, и вкус кардинально меняется. Итак, мясо, которое готовилось на гривне. На вид очень сочно. По вкусу тоже. Очень мощный вкус мяса с ароматом дырка. В общем, так как хороший стейк. Теперь мясо, которое готовилось в выхлопке. Оно уже не розовое внутри, так как мы его немного передержали. Бочке такое же мягкое, но тот вкус, который приготовленный на гривне, все равно вкуснее. Отламываем ногу краба. И пробуем. Ммм, вот это, наверное, самое вкусное мясо из всех ракообразных, которые я когда-либо ел. Оно максимально сочное. Давайте отрежем кусочек кекса. Видно, что половина кекса это сухофрукты и орехи. Официально, это самый вкусный кекс, который я когда-либо ел. Вот эту штуку просто обязательно приготовьте. Ну и последнее, что попробуем, так это глинтвин. Он очень тряный и вкусный. А самое главное в нем мини-помокоголя. Как я и обещал, мы переплюнули все прошлые года. И сделали самый дорогой и самый вкусный новогодний стол. Поэтому вам будет три просьбы. Обязательно поделитесь этим видео с другом, поставьте на него лайк и подпишитесь на канал. Всех наступающих Новых Годов, всем пока! Дети чаще взрослых подвержены к расступам. Но планы приходится менять именно взрослых. Мой ролик – один из самых частых симптомов ОРБ. Справляться с воспалением... Отправляемся в самый дорогой супермаркет нашего города. Берем коробочку самых дорогих помидоров в чили. Очень много разной зелени. Две упаковки самой дорогой картофли. Перец чили. Набираем четыре вида разных орехов. У нас тут и бразильские орехи, ашки, вагадани и пекан. Берем сушеную клюкву. Курагу, изюм и сушеную клубнику. Свежие ягоды калины. Апельсины. Лимоны. Также набираем флюминдин. Это гибрид мандарина, апельсина и грекрута. Одно помело. Шесть авокадо. Болгарский перец. Апельсиновые чипсы. Шесть бутылок дорогого натурального гормонного сока. Показать. Показать себе без шляпы. Такая в шляпе, без шляпы. Ну, я это утеплялась, знаете, это утеплялась. Я проветривала. Проветривала мою квартиру. Вот такие вот дела. Думаю, шляпу на я одену. Потеплее леггинсы. В общем, как-то. Так что вот. Творческая студия позитивного мышления и актерского мастерства. Татьяна Салмановна, Макту, Саймфуде. Вареный чупальца осьминога. Устричный соус, соевый соус, априкосы в банке, французская горчица. Из соляной камеры, в которой выдерживается мраморная говядина, нам достали два литруба на кости. Дорогое сливочное масло. Давайте мы заказали вот такую коробку, внутри которой находятся продукты на сумму 18 тысяч гривен. Итак, здесь у нас банка с крабовым мясом, также с тугой микроулитки, а ее существование только не... Так, это моя страница ВКонтакте, это Тен Салмана через дефиц, мы к Тен Сауэк выйдем через дефиц, обратите внимание. Ну что, сейчас посмотрим мою страничку Фейсбука. Я-то вам покажу мои детские фотографии. Поздравления с Рождеством. Немножко юмора. Если вам сказали, что у вас поезд ушел, помните, еще есть яхта и самолеты. Вообще это восхитительно. Такой юморок. Никакие девушки. Надо удалить. Тен Салмана, давайте это удалим. Так, здесь мои видео. Обратите внимание, что я вам покажу, это я в Америке. 2008 год, это я в Америке. Это мое художественное селфи. Это я на фото. Это я маленькая. Это я маленькая. вот обратите внимание это я на юге маленькая такими почему-то бантики у меня синие бантики я бы сказала одно лицо правда такая что маленькая феерическая красотка что сейчас просто звезда так идем дальше это фотографии в моем эвинге а вот еще знаете предложил мне тут на металл как бы это или фото я уже загружала и фейсбук предложил эти воспоминания на самом деле но это просто что сказать в общем мой проект мой проект по покраске моей квартиры на комендантском просто хочу вам показать эту комнату это василь вариантов командовал парадом чтобы покрасить квартиру в такой цвет как я ему сказала в яркий мой такой дизайнерский проект обратите внимание как меняется вообще вот вообще комната квартира при украске яркой краской в разные цвета просто что вам покажу это моя спальня покрашена в яркие цвета я вам покажу эту спальню это моя спальня это когда выехала отсюда на дебуновскую потом дебуновской купила эллинг петергофия здесь была яркая покрасочка у меня в основном яркая покраска что на железнодорожные 20 что мо эллинг цвет фуксистости так лампочку металл скручена там кручена просто посмотрите красный пол желтый потолок разного вы знаете цвета стены конечно самые красные такие яркие краски конечно я написала мне было такой план бизнес-план написано бумажки какие стены в какой цвет красить в каждой из комнат вот такие вот дела сейчас я вам покажу эту комнату как сейчас она у меня выглядит раскручу свет а вот такая феерическая феерическая звезда ну что у меня как постель я у меня не застелила постель я тут у меня она не застелена просто как вот вам здесь показать вот так показать что как это выглядит сейчас 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 конечно выглядит более феерически с моей феерической мебелью эксклюзивной теперь стала у меня под старину понимаете стены под старину в общем как то вот так вот вот такие вот дела обратите внимание на эксклюзивное все оформление и окон и вообще моей квартиры и вся эта одежда понимаете как а сколько здесь вообще вот это вот стирать этих недавно я стирала когда недавно в общем-то я еще немножко у меня так ради нужно еще кое-что сегодня завтра постирать так что вот украшаю я мои одежды там что мой эллинг украшала что мою квартиру украшают эти штучки в общем такой дизайнер дизайнер все есть мыло передвигала так что вот когда такое шикарное украшение требуется такая когда уборочка же говорила все это передвигать переставляет ну так что вот творческий порядок где у нас алманы творческий порядок нас алманы творческий порядок release но и ну то вообще